Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Ракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моём канале. Да, моё типичное приветствие, и сегодня я опять снимаю видео со своим молодым человеком. Всем большой привет! Меня зовут Андрей Ракелян. Почти. Да? Нет. Что это Ракелян? Андрей Анри Бэй. Всем большой привет, я думаю, что вы меня все прекрасно знаете. Сегодня мы снимаем достаточно необычное видео с очень крутой идеей. Я очень долго думала, снимать это видео или не снимать, по крайней мере, ни одного блогера я подобный челлендж ещё не видела. Так долго, Карин, целую ночь думала. Да. Да. Ты говори, так долго вчера придумали, что мы сняли. Смотрите, у меня есть огромный пакет из Азбуки Вкуса. Там лежит большое количество всяких чипс, сухариков. А, я думал, ты мне просто пакет хочешь подарить из Азбуки Вкуса. Говорит, огромный пакет из Азбуки Вкуса, но не нужный. Всяких конфет и многого-многого другого. Вот, и цель Андрея угадать с закрытыми глазами, с перевязанными глазами, вкусы всех этих продуктов. Я надеюсь, что у тебя получится. И твоя небольшая мотивация это то, что каждый угаданный вкус я буду Андрею давать. По 5000 рублей я буду давать, если ты хорошо опишешь вкус продукта, там, я не знаю, марку. То есть, если, образно говоря, тебе понравится моё описание, то это пятёра. А если не понравится, то я буду давать тебе по 1000 и посмотрим, сколько ты выиграешь. Но бюджет 30 тысяч рублей. То есть, за это видео ты сможешь выиграть 30 тысяч, если хорошо все продукты угадаешь. Ну, хорошо, а если не угадываю, то я ничего не получаю. Да. За каждый угаданный продукт. Если ни один не угадаешь, то ничего не получишь. Угадать чипсы? Окей. Почаще. Можно так видеть? Так что, я думаю, что это будет очень легко. По крайней мере, я уверена в этом. Я уверен в том, что я не хочу брать тебе деньги, если потом их последнюю назад отдам. Не надо. Чё, это не надо? Потому что это игра. Какая разница? Я хочу, чтобы ты поучаствовал в этой игре, чтобы ничего мне не отдавал. Хорошо, я собираюсь о себе и просто... И убегаешь. Куплю себе что-нибудь. Тебе. Хоть это сорвалось. Нет, так не честно. Ну, не честно. Ты же выигрываешь эти деньги. Ну, я выиграл, я могу делать на них что хочу. Я могу их пойти и вот с окна выкинуть, если я их выиграю. Не забывайте поддерживать нас лайками, подписываться на канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. Также ссылочку на канал Андрея я оставлю ниже в описании. Вот. 100 тысяч лайков с вас под этим видео и выходит новый ролик с танцами и бубном. А, да? Ну, ты не знала? Нет. Твой же канал. Короче, ладно, мы можем начинать. Поехали. А, платочек-то у нас от чего? От Фэнди? Да, Карин? Угу. Это платочек или шарф или шарф? Да, шарфик и платочек одновременно, потому что я его и так, и так, и так использую. Ну, не важно, как ты его используешь, важно как он, для чего он сделан. Я не помню. Вот так, перевяжем? Сейчас Андрей перевяжет себе глаза, я ему в этом помогу. Карина, может, ты мне да, перевяжешь? Да, да, да. Я проконтролирую, чтобы Андрей реально ничего не видел. Только нож оставь мне открытый. Да, хорошо. У меня отлично, я не вижу ничего, вот здесь есть небольшой просвет. Не-не-не-не-не, я не имею в виду, я ничего не все равно не вижу, просто он есть просвет, чтобы хотя бы я понимал, где свет, а где тьма. Чтобы не попал на темную сторону. Так, ну что ж, мои дорогие, Андрей у нас ничего не видит, по крайней мере, я на это надеюсь. Я точно тебе говорю. Все, отлично. И сейчас я вам буду показывать определенные вкусы каких-то вкусняшечек и посмотрим, сможет ли у нас Андрей угадать вкус. Ой, ты такой у меня красивый сегодня, ты не представляешь. Я просто заплел себе косу. Итак, первое, что я хочу для тебя достать, это вот такие вот чипсы. Это, мне кажется, самый простой вкус. И этот вкус мой любимый, то есть это тебе такой вот небольшой намек. Вот, я думаю, ребята, вы прочитали, поняли, что это за вкус. Вот когда Карина говорит, что этот вкус мой любимый, это значит то, что она все чипсы сыпала в одни, перекрошила и такая вот сейчас горсточку мне нажила. Нет, держи, открывай рот. А ты хочешь мне положить? Давай я лучше возьму, понюхаю сначала. Давай, бери. Я же могу как угодно угадывать? Бери, да. Я думал, ты не чипсинку дашь. Так, ну, во-первых, это чипсы. Во-вторых, это лейс. Похоже на бекон, но это краб. Краб? Да. Попробуй. Это краб. Ты уверен, что это краб? На 500 процентов. Так, это я... Грозовая пачка лейс, на ней нарисован краб, написано краб с белым шрифтом. Хорошо. 5 тысяч рублей уже твои. Так. Смотри. Я беру 5 тысяч рублей. Смотреть мне или так? Нет, не смотреть. Я буду откладывать то, что ты выиграл в конце видео, мы посмотрим. 5 тысяч рублей уже твои. Ты знаешь, чем напахло, когда я сказал, что будет откладывать в конце видео? Знаешь, чем напахло? Чем? Бронем? Пиздежом, реально. Завонял. Нет. Андрей быстро угадал вкус краб, потому что, во-первых, это мои любимые чипсы, во-вторых, они очень... Дай еще одну пока пахучие. Их легко угадать, угадать вкус, поэтому мы их откладываем, и я достаю следующую чипсу. Ну, парень, ты понимаешь, что любые чипсы в них добавляют ароматизаторы в любом случае, чтобы тебе было приятно чувствовать их, приятно ощущать на языке, поэтому приправы и ароматизаторы... Да. Там картошечки, это, наверное, 2% из всей чипсинки. Ну что ж, следующий вкус, я думаю, что тебе уже будет сложнее его угадать, потому что такие чипсы мы с Андреем едим очень-очень-очень-очень редко. Ты смотри, там не подглядывай. Я тут танцую. Итак, я думаю, ребята, вы прочитали. Держи чипсинку. Так, это... Сейчас, у меня просто белые сантиметры. Это рифленые чипсы. Нет. Нет. Но они рифленые. Это, похоже, либо Estrella, либо Lace Max. Кэрин, что это? Это, может быть, даже не Lace. Может быть, что это не Lace? Я не знаю. Угадывай сам. Ну, может, да? Я не знаю. Это похоже на... Есть еще один. Я знаю, что это. Что это? Это не крекеры? Нет, не крекеры. Нет, не крекеры. Сейчас скажу. Это новые у Lace. Они приготовлены... Типа, у них матовая пачка такая. Похоже на мешок. Они, типа, приготовлены... Не на углях, а как это... Типа, выпечены. Они произведены из печи или как-то так. Вот. Вкус. И вкус. Я не помню, какие там есть вкусы, но вроде это оранжевый. Вкус оранжевый и... Да. Да, я должен угадать. Я не хочу тыщу. Да, я угадаю, что это... Похоже, знаешь, на какие-то, может быть, томаты. Ага. Да? Ну, я не скажу. Ну, в плане ты не скажешь. Это мой вариант. Нет, не томаты. Томатов тут нет. Смотри, там несколько продуктов вкуса. То есть, типа, просто крафт или, допустим, сметана и зелень. Два. Два? Два вкуса. Не знаешь, что есть? Нет. Окей, это... Ну, тогда я еще попробую. Молчу. Возможно, это... Ммм... Сметана и зелень. Нет. Все, да. А, лисички в сметане. Лисички. Вот именно, лисички в сметане. Да, вот когда ты сказал, я прям почувствовал лисички в сметане. Это очень вкусные чипсы. Я обожаю, кстати, лейс из печи, но покупаю их очень редко, потому что ими очень быстро можно наесться. Отравиться можно. Думаешь? Нет. Но лейс из печи, на самом деле, на любителя. Скажи мне, а как мне улыбаться теперь зубами? Если у меня там чипсы? Не угадал. Я хочу тебе дать одну тысячу рублей. Почему? Ну, что ты угадал, да. Потому что ты угадал саму пачку, ты угадал что-то лейс из печи. Я угадал почти все, видишь, но даже цвет угадал. Но просто вот, я так понимаю, что если я угадаю все, прям вот все, чтобы ты не спросил, тогда дай ты пятерку. Да. Оп, давай дальше. Я взяла тысячу рублей и откладываю ее вон туда, чтобы все было по-честному. Достаем следующий продукт. И это тоже чипсы. Мой дорогой. А ты можешь не говорить в следующий раз, Карин, потому что, может быть, это будут не чипсы. Вот так выглядят эти чипсы. Можете прочитать вкус. Я их ем достаточно редко. Вот. Что ты там показываешь? Говорю, подписывайтесь на меня. Ниже ссылка в описании. И ставьте лайк. Так, следующий вкус. Я даю тебе чипсинку. Давай. Давай. Ой, что-то, почему я поднялся в эту сторону. Я не знаю. Так, это рифленый чипс. Это... Я не думаю, что ты купила эстреллу. Нет. Правильно. Это лейс... Не помню, как называется, но не макс. Макс? Лейс-макс? Рифленый. Но это лейс. Это точно лейс? Да. Сыр? Нет. Зелень? Нет. Синяя пачка? Нет. Нет? Нет. Как нет? Вкус достаточно такой, не особо известный. Вот. Это тоже похоже на какого-то краба. Наподобие. Краб, есть краб, а есть... Чреветка? Нет. Наподобие. Кальмар? Нет. Рак? Нет. Кто наподобие краба? Омар? Нет. Лобстер? Да. Это синяя пачка лейс с лобстером. Не синяя, но она такая темно-бордовая с лобстером. А, да? Да. Ты угадал! И можно засчитать тебе, я думаю, как все правильно, и ты получаешь 5000 рублей. Хоть и не сразу, но ты догадался, поэтому я откладываю 5000. Следующий продуктик, который я для тебя достану. Хорошо. Я думаю, что многие зрители понимают, что это такое. Они, конечно, понимают, как она не видит это. А это можно, кстати, не догадаться, что такое. Не для всех это понятно. А, а вот мне с закрытыми глазами все должно быть... Тебе будет понятен этот продукт, я уверена. Это ты, я думаю, сразу догадаешься. Открывай рот, рот открывай. Сразу рот открывай. Что такое? Острое? Какое-то острое, правда. Это водоросли. А что такие острые? Они с васаби. Это, но, но, как-то не удается. Нори? Наподобие нори, но это какой-то неизвестный вкус другой. Так, нори, это так называется водоросли. Ой, название я имела в виду. Но они очень вкусные, ребят, я... Нет, я имею в виду бренд. А нори, это вот так вот называются эти чипсы из водоросли. Это нори. Мы с Андреем очень любим эти чипсы. Они максимально вкусные. Острые. Ненавижу. Смотри, я даю тебе еще пять тысяч рублей. Можно доставать следующий продукт. Карин, хрена ты сжала? У меня сейчас переломится через... Ну что ж. Можешь прислушаться. Смотри, я упаду сейчас. Ты дурак совсем, что ли? Я прислушиваюсь. Так. Я прислушиваюсь к своему сердцу. Нет, нельзя. Я прислушиваюсь. Все, я открываю, но перед этим быстренько покажу зрителям, что это такое. Это очень сложно будет тебе угадать, потому что я уверена, что такое ты еще ни разу не ел. Реально? Да. Ну давай. Сразу в рот положу. Нет. Сразу в рот. Надо в рот? Да. Открывай. Опять? Открывай. Это чипсы? Нет. Это острое? Это съедобное. Это не острое, так что не бойся. Это съедобное. Не... Ммм. Это вкусно. Это как? Это кофе? Ой, тебе так кофе запахло? Ммм, реально. Это очень пахнет кофе. Наверное, это в какао... Эм... В шоколаде? Чего? Какой-то... Не знаю, кофе? Какой-то какао в шоколаде? Что это? Эм... Дай еще одну. Давай. Ну, сверху? Не могу? Ой, ладно. Дай еще одну. Это за щеку пока положу. Держи. Ну, это что-то в шоколаде? Мгм. Это может быть кофейный какой-то шоколад? Да, видите, оно хрустит. Мгм. Это очень сильно кофе. Вот это, не знаю, кофе в шоколаде. Кофейный, типа, зерна прямо. Да, да, да. Да? Да, угадал. Я никогда такое не пробовал. Вот, когда я сейчас это узнал, мне стало как-то мерзительно сейчас. Почему? Ну, так было очень вкусно. Это очень вкусно, поэтому ты получаешь 5000 рублей еще раз за то, что все правильно угадал. Молодец, хоть и не сразу. Вот. И осталось совсем немного... Я сначала подумал, кстати, что это орехи. Орехи? Да. Очень похоже, кстати. Похоже на орехи. Да, очень похоже. Следующее, что я хочу для тебя достать, это вот такая вот прелесть. Я думаю, что многие зрители тоже догадываются, что это такое. Можешь сразу кусать, просто кусать. Угу, кусать. Я знаю, что это, я это ел, но я не помню, что это. Это просто в цитаты надо занести. Блин, я точно это ел? Да. А потому что это звук, как батончик? Это батончик. С бананом. Да, с бананом. Желтые корни называют. Да, молодец. Угадал. Ты получаешь еще пять тысяч рублей. То, сколько я живу, мне кажется, не ест никто. Особенно, когда у вас девушка, у вас Карина Ракеляна. Вот это еще множитель X2 добавляет. Мы едим просто 24 на 7. Ну и последнее, что я для тебя подготовила, это вот такие вот вкусняшечки. Чуть не проговорилось, что это такое есть на самом деле. Эти вкусняшки очень популярны, как и у нас в России, так и в Америке. И еще, ты недавно этих штучек пихал себе в рот очень много. Так что, держи. Представляю руки. Руки, руки, руки. Что это я себе в рот пихал? Вспоминай. Это тик-так. Да. И вкус. Вкус тик-така я никогда в жизни не мог угадать. Никогда. Вот реально, у меня даже в кармане лежит. На нем Карина уже, кстати, не лежит. У Димы я оставил. Короче, не суть. Оставил в своей машине тик-так. Я купил его апельсины, потому что такой, бля, вкус детства. Такой вот апельсин. Я пробую, я не понимаю, что это апельсин. Вот это, я, короче, не понимаю, что это. Ну у них странные такие вкусы, типа, не сразу можно догадаться. Такое на клубнику. Поэтому я тебе оставила на конец. Ну что похоже? Что с тобой? На клубнику. Да, но это клубничный тик-так. А, да? Да. Ну и все. А мне больше нечего сказать, я не знаю упаковку. Косарь будет. Мои глаза. Я даю тебе оставшиеся деньги. Это 4000 рублей, потому что и тик-так ты тоже угадал. Итого. Ну как я не угадал, а цвет. Косарь, значит? Играй по-честному. Посмотрите, против правил прет. Посмотрите на нее. В смысле, ты угадал все? Дай. Ты все угадал. Вот. Косарь последний я возьму. Итого, ты получил 32 тысячи рублей. В сервере 32, это всего было 30, а сейчас 27. А. Погоди, я запуталась. Всего ты получил 27 тысяч. Всего было 30, она говорит, ты получил 32. Поздравляю, мы вам перезвоним. Харин, но вот давай, я предлагаю, раз ты моя девушка, у нас как бы уже все серьезно, я предлагаю иметь общий бюджет нужно. Согласна? Поэтому смотри, сейчас мы немножечко с тобой распределим. Это я забираю себе, а вот это тебе, потому что у тебя красная футболка, видишь? А, ну вот еще одна. Вот у тебя красная футболка, а это тебе. А вот у меня, видишь, вот здесь зелень есть. Ага. Вот это мне. Ты офигел. Все, 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 так нечестно, это твоя игра, но я выиграл, значит я могу сделать, что хочу. Взял мне все деньги, обратно отдал. Считай, что это подарок. Как нечестно же. Как нечестно, подожди, ну я выиграл? Выиграл, я же выиграл. Пишите мне в комментариях, как вы считаете, честно это или нет. Я выиграл, я могу распределиться или как могу, как хочу. Могу пойти вон, окно открыто, сейчас выкину с окна. Не, если не хочешь, если не хочешь, Карин, не надо. Все, садись, садись, хватит. На, держи. Спасибо вам огромное за просмотр. Спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. С вами была Карина и Андрюша. Всем спасибо, всем пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!